Всем добрый день, друзья! На связи Денис Телегин. Сегодня я расскажу о том, как сделать примыкание стены и потолка. А это наиболее уязвимое место, так как там чаще всего может появиться трещина. Скрыть такую трещину можно двумя способами. Либо наклеить пенопластовый или полиуретановый плинтус потолочный, либо это все тщательно заармировать. Потолочный плинтус дает нам сразу два плюса. Во-первых, мы скрываем эту трещину, а во-вторых, мы визуально выравниваем неровный потолок. К примеру, у нас комната в квартире в старом доме. Комната площадью 20 квадратных метров и в этой комнате лежат 3, 4 и даже 5 плит перекрытия. Естественно, что эти плиты лежат у нас неровно. Для того, чтобы все это выровнять, у нас уйдет очень большое количество гипсовой штукатурки. Поэтому мы делаем следующим образом. Мы по периметру наклеиваем потолочный плинтус. Наклеиваем мы его идеально ровно по лазеру или по шнурке. Естественно, в некоторых местах примыкание этого плинтуса к потолку будет неровным. То есть, где-то плинтус примыкает, а где-то большая щель, скажем, в палец. Все эти щели мы замазываем, и впоследствии, когда мы покрасим потолок за счет того, что плинтус у нас натянут идеально ровно, и потолок будет казаться идеально ровным. Однако такие потолочные плинтуса уже отходят в прошлое и являются неким наследием ремонта 90-х. Сейчас они используются только в недорогих косметических ремонтах, там, где надо малыми силами визуально выровнять потолок, как я уже сказал ранее, либо в каких-то ремонтах, где используется классический стиль. В дорогих, хороших, качественных ремонтах такие плинтуса уже не используются. Так как нам делать так, чтобы примыкание стены и потолка у нас было, во-первых, идеально ровным, а во-вторых, нетресным. Для этого используются специальные малярные уголки. Выглядит такой уголок в виде перфорированной плоской ленты, пластиковой которой складывается пополам. Длина рулона такой ленты 25 метров. Это очень удобно, к примеру, когда нам нужно заармировать длинную стену, скажем, 5-6 метров. Тогда нам удастся избежать стыков. Помимо того, что этот уголок защищает от появления трещин, он еще и дает визуально ровное примыкание стены и потолка. Клеить такой уголок мы будем на шпатлевку. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Итак, друзья, я вкратце рассказал о том, как сделать ровным примыкание стены и потолка, так, чтобы там впоследствии не появилась трещина. Ну а на этом все. Смотрите мои другие ролики и подписывайтесь на мой канал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok